Итоговый выпуск новостей на телеканале Дом. Студия Анна Нитченко. Добрый вечер. 103 дня тишины на востоке Украины, сохранение несколько десятков жизней наших военных. Все благодаря их же стойкости и героизму, уверен президент Владимир Зеленский. О подробностях второго дня поездки главы государства на Донбасс расскажут мои коллеги. Перемирие на Донбассе работает, несмотря на непрекращающиеся тщетные попытки противника спровоцировать украинских армейцев на ответный огонь, заявил президент Владимир Зеленский. Боевые потери среди наших военных уменьшились в разы. На жаль, есть три боевые втраты, трое двухсотых. За этот час, за 103 дней режима припинения вогни абсолютно тишины нет. На жаль. Но при этом мы понимаем, что если вы видите реальные цифры, то вы понимаете, что за эти 103 дней в пять с половиной разов уменьшена количество загибших украинских военных. Если сравнивать с такой самым, с такой самым кількостью днів в будь-який год, в будь-який период. Сокращение боевых потерь – это результат работы военных, дипломатов. Делегация Украины в трехсторонней контактной группе и ее главы Леонида Кравчука. Это начаток шляху до восстановления нашей территориальной целостности и до припинения войны. Бо в каком случае без таких складных кругов не будет того важного результата. На этой неделе Украина представила свой план действий по достижению мира, рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Советники лидеров стран Нормандской четверки планируют рассмотреть его 13 ноября. 13 числа мы договорились про проведение в видеоконференции радников в нормандском формате. Я думаю, что мы тоже рассмотрим пропозицию украинской стороны. Продолжим говорить и в одном формате, и в другом формате. Про такие очень важные вещи, как повернение наших людей, которые сегодня незаконно находятся на неподконтрольной территории. Украинская сторона круглосуточно работает над тем, чтобы приблизить мир на востоке страны, отметил Андрей Ермак. Это приоритет президента и всей команды. Президент в Луганской области посетил отделение инспекторов пограничной службы «Рассыпное». Там как раз проходили тактика специальное занятие пограничников. Группа быстрого реагирования выполнила отражение вооруженной провокации. Президенту показали оборудование специальной комплексной информационно-коммуникационной аппаратной. Она предназначена для обеспечения надежной связи в полевых условиях, а также образцы вооружения и приборы радиологического контроля у пограничников. Никакого слабого места на кордоне не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и вопрос против действия контрабанды. Это стратегическое вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояние, которое продолжается, создает особые危险ки. И мы не единственные в Европе, кто действительно умеет против действия таким небезопасным загрозам. Кроме того, Владимир Зеленский пообщался с пограничниками и вручил им государственные награды. Ольга Харченко, Татьяна Сулий, Луганская область, Твой дом. Вернуть мир и провести демократические выборы на Донбассе не удастся, пока оттуда не уйдут российские кадровые военные и наемники. Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук. Эти два пункта прописаны в украинском плане действий по Донбассу. Его вместе с российской версией рассмотрят на следующем заседании ТКГ 10 ноября. А следующий шаг, по словам Кравчука, амнистия, но не для всех. Амнистия в широком плане. То есть амнистия не всех и вся, а амнистия по отношению к тем, кто вынужден был в этих условиях, вынужден по разным причинам жить и принимать участие, но не является злочинцем, не является военным преступником. Тех мы не можем говорить о амнистии. Есть мировой опыт, но это будет делаться вновь-таки по закону. Не просто кто-то показал пальцем, нельзя допустить ошибок. Нельзя людей невинных привлекать к ответственности. Нельзя людей безвинных наказывать. Жизнь остановилась в тот момент, когда полицейские надели наручники. Виталий Маркев, боец нацгвардии, вернувшись на родину после освобождения из итальянской тюрьмы, рассказал подробности своего задержания и заключения. Спустя три года, четыре месяца и два дня даже суд Милана признал, украинец не убивал Андрея Аркелли. О российском следе в деле Виталия Маркева расскажут мои коллеги. 20 килограммов писем со словами поддержки и рисунками. С таким багажом после трех лет, четырех месяцев и двух дней из итальянской тюрьмы вышел украинский нацгвардеец Виталий Маркев. Мы встречали Виталия, и он выходил с этими двумя сумками, желто-яркого цвета. Я говорю, что ты такое несешь? Он говорит, это письма мои. Все началось в 2017-м. Виталий вместе с супругой прилетел в Италию навестить маму. Но едва они выехали из аэропорта. О том, что его обвиняют в убийстве итальянского журналиста Андреа Аркелли и переводчик Андрея Миронова на Донбассе в 2014-м Виталий узнал уже в тюрьме. 28 человек мне изменилось. Під час всього слідчого процесу, он тривал 10 месяцев, то мне поменяли близко 28 человек. За кою метою, я уже зараз не знаю, но я могу лишь догадывать. Они старались мне не выговорить. А что, почему, когда, что случилось в таком плане? Я им сказал, что я и військовой службой нацгвардии, возьму мои документы, делать все запросы. То, в чем вы меня обвинуваете, это не имеет никакого значения с моей особой. В то, что Виталия оправдают, верил, похоже, только он сам. На одно из судебных заседаний прилетели его побратимы, которые были рядом с Виталием в день убийства журналиста на горе Карачун. Но их показания, доказывающие невиновность Маркева, суд не принял во внимание. И тогда даже Арсен Аваков посоветовал признать свою вину и попросить о помиловании. Но тщетно. А Виталия, мы тогда спросим, Виталий, ты же понимаешь, что есть один путь, условно говоря, признать вину и попросить помилования. И тогда было понятно, что если бы это произошло, его бы помиловал президент Италии, допустим, отправил бы в Украину. Но что бы это означало? Второй из был против Украины. Это означало, что украинские воины совершали военные преступления. Виталий тогда сказал. Это не может быть. Это абсолютно не ценительница. Такого не будет. Уже сейчас, после возвращения домой, Маркев осознал, к его задержанию может быть причастна Россия. Я уже понимал, откуда это интервью. С стороны агрессора, потому что люди, которые пишут, мотивационная часть судов, которая пишет, что сепаратисты своим жизнью рисковали и защищали журналистов, а военнослужащие на умисло, из нюдьги, потому что это мотивационная часть моя, из нюдьги стреляли по журналисту, не отвечает действительности. Даже несправедливое тюремное заключение и безосновательные обвинения итальянских прокуроров не вынудили Виталия отказаться от своего призвания. Мечтает, как можно скорее вернуться на передовую. И как прежде, защищать свою родину. Отметка в 10 тысяч случаев COVID-19 пройдена. Новый день и новый коронавирусный максимум плюс 10 746 инфицированных в стране. Как правительство собирается остановить распространение COVID-19 и что о новых ограничениях думают украинцы? Смотрите материали Артема Голуба. Мы видим, что Франция, Немеччина, Великобритания, Чехия, Италия, Польша, Угорщина, Литва, Греция и много других стран вводят жесткие локдауны. Мы говорим о посилении ответственности за не носение масок. В частности, о подвищении штрафов. Теперь за поход в магазин или поездку в метро без маски придется заплатить от 170 до 225 гривен штрафа. Только так, уверены в правительстве, можно вынудить украинцев все же соблюдать элементарные правила карантина. Хочу наголосить, что количество людей, которые потребуют лекарства в стационарных условиях, каждого дня увеличивается. И в этом есть определенная межа. Раньше штрафы для без масочников приходилось взимать через суд. Теперь протокол будут выписывать сразу на месте. Многие украинцы поддерживают идею штрафов, но все еще не верят в ее эффективность. Уношение масок в общественном транспорте обязательно, поэтому закон хороший. Но если люди не хотят что-то делать, то вряд ли им что-то поможет. Штрафы – это, знаете, я так считаю, что штрафы – это репрессии. Треба информационно доводить людям и пояснивать, что есть эпидемия, есть пандемия. Треба им просто разъяснивать. Я ставлюсь к этому позитивно, поскольку все-таки здоровье – оно важное. В общем, я бы даже сделал немного штрафов больше, поскольку много людей в общественном транспорте не поддерживают этих правил. Или если носят маски, то они делают это некорректно. Штрафы смогут выписывать сотрудники нацполиции и представители эпидемического контроля. Применять санкции также будут к народным депутатам за пребывание в сессионном зале Верховной Рады без масок. Артем Голуп, Илья Крепак, Киев, Твой дом. Коронавирусный антирекорд во Франции. Греция уходит в локдаун и вирус-мутант в Дании. Как Европа переживает вторую волну пандемии? Смотрите в материале наших международных корреспондентов. Все в порядке? Как дела? Все идет хорошо. 220 проверенных машин на данный момент, 18 были оштрафованы. О, это довольно мало. Французская дорожная полиция усиливает проверки. Патруль просит водителей предъявить специальное разрешение на поездку во время карантина. Если его нет, водителю грозит штраф 135 евро. Тем, кто рискнет попасться во второй раз, придется раскошелиться на 3750 евро. Да еще и провести полгода за решеткой. Я дал приказ ужесточить проверки два дня назад. Все должны соблюдать правила путешествий. Независимо от того, они везут детей в школу, едут на работу или по неотложным причинам, указанным в разрешениях. Греция с сегодняшнего дня также на карантине. Чтобы выйти из дома, придется предупредить местные власти с помощью СМС. До декабря в стране работать будут только продуктовые магазины, аптеки, службы доставки и производственные предприятия. А до конца выходных еще и парикмахерские. Теперь от желающих привести свои прически в порядок перед локдауном нет отбоя. Сразу после объявления локдауна телефоны разрывались от звонков. Люди отчаянно искали возможность записаться. Нашему предприятию разрешили оставаться открытым еще два дня после начала карантина. В Дании зафиксировали новый штамм SARS-CoV-2. Вирус мутировал среди норок. Им могут заразиться и люди. Уже известно о 12 таких случаях. Дания – крупнейший поставщик норкового меха в Европе. Объявила о закрытии индустрии на карантин. О потенциальной опасности мутации заявили и во Всемирной организации здравоохранения. Следует признать, что это миллионы животных во всем мире подверглись заражению. Всегда существует вероятность, что вирус передастся людям обратно. Вызывает беспокойство то, что такие виды млекопитающих, как норка, в определенном смысле являются очень хорошими носителями вируса. Вступили в силу карантинные ограничения и в Польше. Театры, кино, галереи и непродовольственные магазины закроются как минимум до 29 ноября. Премьер Матеуш Муравецкий не исключил, что на этом ограничения не закончатся. И допустил введение полного локдауна, по примеру, Греции и Франции. Национальный антирекорд. Более 27 тысяч зафиксирован в четверг. В Соединенных Штатах продолжается подсчет голосов на президентских выборах. В ключевом для обоих кандидатов в штате Джорджия демократ Джо Байден упрочил лидерство. Отрыв от нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа составляет более 7 тысяч голосов. О пост выборной горячке в США из Вашингтона наш специальный корреспондент Алексей Мацука. По всей стране, Соединенным Штатам продолжаются митинги в поддержку подсчета всех, без исключения голосов, которые поступили на избирательные участки 3 ноября. И Вашингтон не исключение. Здесь сегодня проходит массовая демонстрация в поддержку считать каждый голос, а не только те голоса, которые, как заявляют республиканцы, имеют легальный статус. И вот здесь сегодня вышли люди, которые выступали также и за реформу медицинской системы охраны здоровья, и за климатические проблемы их решения. И в принципе, они на своем митинге сегодня давали уже указания возможному новому президенту Джо Байдену, что делать в будущем. Это, конечно, если его еще изберут и выберут президентом, и он займет Белый дом, к которому вот эти люди сейчас направляются. Почему мы тут? Мы хотим, чтобы каждый голос был учтен. Мы работали слишком много и слишком долго были невидимы. Мы здесь потому, что хотим быть уверены, что голос каждого будет услышан. Трамп уйдет, но трампизм не закончится. Пока тут парень в Белом доме, ни о какой справедливости не будет и речи. Вечером из города Вилмингтон, из своей штаб-квартиры выступил Джо Байден. Напряжение сейчас высоко после тяжелых выборов. Но нам нужно сохранять спокойствие, терпение. И пусть процесс работает, пока мы подсчитываем все голоса. Мы еще раз доказываем то, что доказали за последние 244 года в этой стране. Демократия работает. Ваш голос будет засчитан. Меня не волнует, как сильно люди пытаются это остановить. Я этого не допущу. Люди будут услышаны. Накануне президент Дональд Трамп, сидя в Белом доме, так и не обосновал, почему голоса, поступившие по почте после выборов, следует признать незаконными. Порядок приема и обработки таких голосов определяется каждым штатом отдельно. Без учета мнения федерального центра. Некоторые национальные телеканалы прервали трансляцию Трампа, обвинив его в предвзятости. Много голосов пришло с опозданием. Я уже выиграл много критических штатов, включая победы во Флориде, Айове, Индиане и Огайо. Ладно, вот и я снова в необычной позиции. Не только перебивать президента Соединенных Штатов, но еще и исправлять его. Мы знаем, что еще не было никакой победы Трампа. Параллельно с продемократическими митингами в Вашингтоне проходят и встречи республиканцев. На этот раз они собрались около офиса Национального комитета своей партии, чтобы поддержать Дональда Трампа. Мы сейчас видим подрыв свободы, справедливости выборов и честности голосования. Как бывший олимпиец я могу сказать, что правила определяют, как будет проходить игра. Американский народ должен знать, что выборы все еще под сомнением. Президент Трамп победил на выборах 3 ноября, но сейчас победу пытаются украсть у нас. В пятницу стало известно, что Байден набирает больше голосов в штате Пенсильвания. В городе Филадельфия местные жители мгновенно отреагировали на это сообщение. Они задерживают преступников, находят взрывчатку и наркотики. Четырехлапых детективов воспитывают в областном кеологическом центре полиции. Там как раз пополнение. На дрессировку привезли новых щенят. Их видела наша Янина Лебедева. Команда сидеть уже есть. Кинолог Екатерина для дрессировки из девяти щенков бельгийской овчарки Малинуа выбрала самого активного и шустрого. Я уже его выбрала. После такого тестования у него есть пошуковая реакция. Поэтому мне больше подходит к его будущему направлению. Он – будущий службовый, расшуковый собака. Сначала будущих четырехлапых детективов отбирают, находят с ними контакт, а позже начинают тренировать с помощью игр. Браво, браво, девочка. Хорошо. Специальная собака с пошуковой выбухивки и зброи выезжала на места совершения анонимного заменования, шукала зброю, выбухивку. Собаки-сыщики разыскивают преступников, взрывчатку и наркотики. Тренировки для четырехлапых проводят в зависимости от поставленной задачи. Собака. С ней можно сделать кота, а можно сделать убивцу. С любой собакой. Уже в шести-семимесячном возрасте она уже идет в работу активно. То бишь уже можно трепку робить, на затримание пускать, уже следовую можно отпрацевывать, можно пошук в ящиках робить. С маленького возраста собаку полицейского приучают к посторонним звукам. Это пригодится в момент захвата вооруженных преступников. Иди, полиция! Собак! В вас! Приступают к служебным обязанностям собаки в возрасте от одного года, а к восьми уже уходят на пенсию. У полицейских Херсонской области почти сорок четырехлапых помощников. Некоторые из них участвовали в раскрытии громких преступлений. Было резонансное убивство. Собака нашла сумку и вещи, в которых был захованный труп. Попробую по запаховому следу, по пошуку злочинцев, в разбоях, в грабежах. Пока щенки только начинают свою карьеру. Скоро у них начнутся активные тренировки в кинологическом центре, а позже в городе. В условиях, максимально приближенных к реальным. Янина Лебедева, Сергей Тымчинский, Херсон. Твой дом. Вечер украинской премьер-лиги. Уже завтра на Запорожской Славутич-Арене Луганская Заря будет принимать Полтавскую Ворску. Матч начнется в 19.30 по Киеву. А наш итоговый выпуск новостей смотрите сразу после первого тайма в 20.15. Чтобы узнавать о главном в удобное для вас время, заходите на наши страницы в Ютубе и Фейсбуке. До встречи в эфире и хорошего вам вечера! Редактор субтитров А.Семкин